Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в студии «Я так думаю». Сегодня у нас в гостях Александр Кочнев, гость нашей студии, универсальный человек, человек, который может все и даже больше. Нет, не понемногу, это неправда. Александр Серегин – историк, автор проекта «Россия», и именно об этом проекте в день прекрасный, который называется «День пионерии», по-моему, так. Мы именно об этом и поговорим. Расскажи, пожалуйста, и о России в том числе, но все это взаимосвязано, Саша. Расскажи про проект, про книгу. Проект «Россия» недаром называется таким названием, мощным, да, потому что Россия – это все, это наша жизнь, и кто не любит Россию, это человек, который просто что-то не понимает в этой жизни, у него нет этого гена. А когда-то России принадлежала весь мир, вся планета, и, собственно говоря, мы эту планету себе и вернем. Нет шансов от нашей любви никуда деться. То есть мы не от ракеты, все наши танки и все, это был лишь сдерживающий фактор от западной агрессии, чтобы мы успели сформировать то, что нам нужно. И теперь мы глобальный проект предлагаем всему миру. Да, мы выходим из нашей оболочки, мы долго-долго как бы, да, прятались. И пора уже в наступление, господа, время подреходит. Александр, а наступление, что есть наступление, есть какая-то стратегия? Да, совершенно четкая стратегия, но давайте сначала вернемся к тому, что было, и где мы находимся вообще. Вот есть такой космонавт Гречка. Однажды он долго-долго болтался по просторам Вселенной, так сказать, в космосе, и настолько привык к невестомости, что один раз он вышел утром на балкон, взял чашечку кофе, и пил кофе, и раздался звонок по телефону. Тогда сотовых телефонов не было, были стационарные. Он пошел взять трубку стационарного телефона и отпустил чашечку, значит, и пошел за телефоном. Значит, почему? Потому что он уже настолько привык жить в невестомости, он думал, она его подождет, значит, он придет, возьмет эту чашечку. А ведь законы тяготения неумолимы, да, господа? Все идет своим чередом. А привычка – вторая натура. А привычка – вторая натура, да. И вот получилось так, что мы жили-жили, пробовали, знаете, строить социализм, попробовали построить коммунизм, и ни хрена не вышло, да? Да, почему? Потому что в теории ошиблись, то есть не дотянули. Сам-то порыв был хороший за все человечество, за все, значит, за все лучшее, да, Александр? Абсолютно верно, но единственный момент, здесь и сейчас, если говорить, мы понимаем, что получились ошибки там, получились ошибки на данный момент с серьезными последствиями. Но меня напрягает ситуация, когда нас здесь и сейчас пытаются увести под новые химеры, под новые флаги поставить и так далее. Что сейчас происходит на идеологическом фронте? Наверняка существуют новые модели, которые предлагают нам под разными структурами, под разными формами, как там социальное общество, информационное общество, постиндустриальное общество. И нас пытались интегрировать, опять же, модель, когда мы вступали усиленно в ВТО, когда мы интегрируемся в мировую промышленность, мировое сообщество и так далее. И эта схема не сработала. В момент интеграции практически прервали, в руку прервали, прервали военными какими-то мероприятиями, провокациями. Какие сейчас идеи, на ваш взгляд, именно социального устройства и интеграции? Если взять срез вот сейчас, что собой представляет общество, это то, о чем мечтал Гитлер на самом деле. Мы все разбежались, мы все стали индивидуалистами. У нас нет большого общего дела, из-за этого все занимаются всякой фигней. Потому что нету цели, куда идти, что строить. И от этого идет прозябание. Особенно оно видно в провинции. А ведь мне вот понравилось пророчество, одно итальянское пророчество, по-моему, как-то Мэйн Месси, как-то ее зовут. Она говорила, что никто не ожидает от России, что она скоро возродится, покажет совершенно новый путь развития, западный путь развития для всего человечества уйдет в прошлое, и вся планета будет жить по русским правилам. А какое самое огромное русское правило, которое наш, так сказать, русский закон, из всех, которые вот в русских людях, особенно он сидит внутри, написано в сердце, это любви ближнего твоего, как самого себя. То есть мы на генетическом уровне понимаем, что не делай плохого тому человеку, чего бы ты не хотел, сделали тебе. Здесь, значит, долгими, скажем так, ночами большой коллектив работал, искал, кубатурил эту идею большую, вот это называется выбор пути, куда идти, в стране, как. Дело в том, что ни один святой, ни гений, ни ученый, никто не может вам точно сообразить, что делать. Это такой коллективный труд, это соборный разум, это должен быть большой, постоянно действующий мозговой штурм. И этим и Россия сильна. Единица ноль, как говорил Маяковский, да, единица в здоровье. Абсолютно верно. Человек большего достигает в социуме, именно вне социума он может прийти к Богу, познать какую-то истину, но развиваться он полноценно может только в социуме. Вот если возвращаться к периоду, к былому периоду величия Руси, на тот момент она называла Руси, тоже мы наблюдаем такое современное подмену, ну, введение нового термина все-таки Россия, она существует в другой формации. Все мы, как на потребительском уровне, как потребители, видели задорновские выступления, видели фильмы, которые он снял, показывал распространение славян практически до Атлантического океана, и поселение его до сих пор с названием «Это исторический факт» есть. Но мы видим потом угасание этой Руси, и мы видим, что в тот период правление Руси как раз-таки осуществлялось коллективно. Междуусобицы пошли потом, эта индивидуальность была принесена потом. И вот то, что я увидел в вашем проекте, это как раз-таки с новыми технологиями, с новыми взглядами, с новым социальным опытом, политическим опытом уже. То есть это вот будет, я надеюсь, будет иметь расцвет, и это получит... Это неизбежность. Это свое развитие. Да, Александр. Потому что даже Владимир Владимирович Путин сказал мудрую вещь в 2012 году на встрече с политологами. Я во время первого и второго президентского срока все время думал о том, как нам сделать так, чтобы судьба России не зависела от одного, двух, либо трех человек, чтобы создать систему, которая была бы живой и откликающейся, и обеспечивала нам всем, и суверенитетом, и, как он сказал, на долгую перспективу благосостояния граждан. Так вот, эта система создана, господа. Это соборная социальная сеть России, которую мы предлагаем. Именно теоретическое обоснование будет в пятом томе. Наконец-то впервые вообще за всю историю существования человечества нет ни одной ошибки, как дальше действовать. Да, это звучит фантастически, но посчитаны все человеческие души, все люди, которые когда-либо жили. Представляешь? Нас оказалось 810 миллиардов, 559, 586 тысяч, 205 бессмертных человеческих душ. Да, каким образом это все посчитано? Оказалось очень просто. То есть, будущее представляет собой этот двенадцатиярусный собор, как интернет-собор в облаке, так сказать, в облачной технологии. И, естественно, 13 ярусов уровней не может быть. Их может быть только 12. И получилось, что если от 1 к 12, потом 144, как вот по числу апостолов, и мы вышли вот на эту цифру. То есть, это просто и гениально. А если мы можем что-то сосчитать, как говорил Стив Джобс, то мы можем этим управлять. Вы не можете управлять отарой овец, если вы их не посчитали. А если вы знаете, что у вас их там 50 этих овец, то вы примерно распределите, куда что. И вот таким образом, как бы с помощью и искусственного интеллекта, и, но в первую очередь, закона любви ближнего твоего, как самого себя, создается в этот живой организм со всю планету. Сначала, естественно, он будет в России как показатель, как надо вообще жить совсем по-другому. Мы именно к этому приспособлены. То есть, вот замысел Творца, он был для того, чтобы получить нам четкие указания, нам надо собраться. Это как птицы, которые не знают, куда лететь. У них хаос, значит, они в маленькие стайки сбиваются, и потом хоба начинают получать навигацию. Когда их определенное количество собирается, появляется вожак, направление, направление, которого все придерживаются. Да, да, который все придерживаются, ее не летят. Причем, если у вожака крышу сносит, мягко говоря, на бывайском уровне, то направление не уходит куда-то в сторону. Вот это поразительно, да. И у рыб так же. Да, и у рыб так же, да. На самом деле, научно, скажем так, подтвержденный, не подтвержденный, но научное заявление со стороны исследователя мозга, это Бехтерева, известная наша, которая говорила, что мозг не генерирует мысли, не генерирует идеи, он их принимает. Он их принимает. Да. Люди собранные, коллективный разум собранный, то есть это все, это идет разрушение, вот эта идея соборности, в русских она есть, на генетическом уровне. На генетическом, у нас ДНК такая, да. Веками ее убивали, веками убивают. И сейчас продолжают. Да. Люди собранные, вот грубо говоря, в собор именно, с новыми технологиями, уловят новые идеи, гораздо высшего порядка, чем там, грубо говоря, как заработать себе на хлеб, и как... 100%. То есть мы не по назначению используем свой вот этот мозг, свое вот это приемное устройство. Приемное устройство. Да. Даже оказалось, ДНК, это не является нашим вот носителем, как ДНК. И мы вот такие, потому что у меня такое ДНК у вас, такое у всех разное, и оно нам априори уже гарантирует, что наши дети будут такими на нас похожи. ДНК, это оказывается тоже приемник. Просто он... Потому что, когда резко просветили фотонными лучами ДНК и на площадке специальной и убрали ее резко, свечение оставалось еще несколько мгновений. Это означает, что свечение это было на информацию, а не на сам предмет. То есть это приемник. Да, с фотонами есть несколько классных исследований проведенных, да, он там обращает внимание только когда на него смотришь. То есть там тоже очень все интересно. И вот в том-то и смысл, существование, когда мы все вместе соберемся, и мы получим задание от Творца, что нам дальше делать. Потому что поодиночке никто не может сообразить, И реализовать этот путь невозможно. Ну, необходима синергия в данном случае. Синергия, да. Когда возникает синергия, тогда возникает все. Тогда нету непреодолимой препятствий. И в этом отношении очень интересно, что дальше эта вся тема, она распространится, Индия первая подхватит, потому что они тоже готовы к этой совершенно самоорганизоваться, в эту систему, в этот организм живой. Далее Китай, и дальше весь мир там. Останутся, может быть, какие-то очаги сопротивления, но они от нашей любви падут, как крепости. Да, никуда не денутся. Идея, которую я увидел в вашем проекте, она, конечно, имеет большие корни исторические. Но на самом деле мы видим в библиотеках больше трудов, которые разрушают эту идею соборных. Конечно. Последние технологии, которые мы видим, которые, в принципе, даны были на благо, и соборность должна была прорасти, и мы ожидали от этого огромного эффекта, это электронное правительство. В результате мы получили госуслуги. Такое вопиющее просто, вытерли ноги об идее, об огромной, поставили ее на службу от паркетинговым каким-то задачам. Ну, я считаю, что это было сделано не само собой, то есть, эту идею губили специально. То есть, это превратить идею электронного правительства, когда... Удобный доступ ко всему, да. Удобный доступ для всех, обращение к правителям и так далее. Это... Это была попытка дискредитации. Она имеет дискредитацию. Вот, грубо говоря, страничка Медведева у меня вызвала сначала, когда я узнал, это восторг. Ну, посмотрите, во что она превратилась. Это же гротеск. Я не знаю, как это назвать еще другим словом. А знаете, вот есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что все это делали западные компании. Это SAP, Oracle. Это делается под западным лекалом. Под западным лекалом. Под их западный проект. Они что хотят? Они хотят сделать свой гигантский западный проект. На нашей территории. Вообще по всему миру. Да. Захватить всех. Все финансы. Все... И мысли. И главное, их интересует душа. То есть, они должны уметь контролировать. Если вы пойдете в магазин и покупаете книгу, допустим, даже такую, да, или религиозного содержания. Я так понимаю, такую книгу не купить. Где их взять? Да. Где их взять? Такую книгу, правда. Я вам дал. Нет, нам надо. Вы не отдали. Я об этом расскажу. А как людям понять, где это? Где это? Нам нужно... Дело в том, что вот в издательстве КСМО уже второй год или третий уже пошел. Пятый том не издают. Он лежит у них отредактированный. Лежит... Только остается нажать на кнопку и книга уходит в печать. Уже сейчас около 50 тысяч тираж обговорен. Но страшно, страшно менять этот мир, который уже многие привыкли в нем, многие обросли своими порочными, в том числе, привычками брать взятки, где-то что-то делать не... Да. Нечестным путем. Нечестным путем, да. А когда начинаешь читать, историки начинают рассказывать, когда мы получаем вот эту структуру правительства, которая у нас появилась, когда там в Ломоносовом, вроде бы говоря, архивы все его уничтожали, который соборность как-то таки продвигал, то немецкая культура, научное сообщество, которое приезжало к нам тут специалисты и консультанты... Ну, это еще с Петра Первого, да, началось, когда было уничтожено настоящее православие, как бы... Остатки соборности. На тот момент у Петра Первого остатки соборности уже там были остатки, именно, деформированные, искаженные до бесконечности, а вот с Петром Первым они начали просто рубиться. Ну, то есть символ это была, конечно, борода, да, да, и она рубилась вообще откровенно. Можем вспомнить церковный раскол, о котором мы говорили. Да, да. Хотя прекрасно знаем никакой революции с серпами, мечами и так далее. Это было чисто церковное правительственное подавление инакомыслия на религиозной почве. Получалось, это было такое эшелонированное продвижение западной идеи. Западной идеи, структура. Структура правления, которая могла интегрироваться опять же в ту же, в другую структуру. И вот каждый раз, когда Россия сосредотачивалась, когда она пыталась выйти на более нормальный путь, вот Александр I, например, да, прекрасный был правитель. Сразу появляется Наполеон, который опять хочет нас с этого пути увести. И что интересно, когда Наполеон зашел вообще в Россию в 12-м году, первое время крестьяне его встречали очень хорошо. Тогда было крепостное крепостное право, но только после того, как они обнаглели французы, когда они стали там грабить, как грабители захвачить, тогда поднялась народная война, священная, то есть, и у них под ногами стала гореть земля. Тот же самый вариант он был и в 41-м. Многие западные границы наши, они так же к немцам относились с симпатией, что греха таить. То есть, немцы пришли, открыли храмы, устроили порядок, в магазины завезли тушенку, шнапс, то есть, шло полностью оккультуривание нашего пространства, и если бы они не обнаглели, то вполне возможно бы, да, очень много бы, но они начали зверствовать, зачем-то расстреливать людей, безвинных, сжигать дома, то есть, это вот их так переклинило, то есть, мы на такое никогда не пойдем, и те историки, которые говорят, что там какие-то зверства были в Берлине, они могли бы быть только там в каких-то мелких случаях, но вот такого массового... Берлине у Голубчина всегда не было. Да, да. Но массового, так сказать, в русском народе такого мщения не было, потому что, когда пленные немцы шли здесь, их наши женщины кормили, выходили на улицу, или по-человечески шелк. У самих не было еды, но они все равно там кусочек хлеба пленного немца отнесли. То есть, вот он высший, так сказать, акт милосердия. 99 пленных немцев вернулось в Германию. Да, 99 процентов. 99 процентов вернулось в Германию пленных, это в страну, в которой они там такое натворили, это вообще немыслимо ни для какой страны, кроме как для России. Кто живет здесь? От этого собственно на подсознательном уровне все от России ждут большой идеи, что она придет наконец вот этот, потому что весь мир в тупике. Кризис, этот последний кризис сейчас, который происходит, он общемировой, он не у нас только. в России. Кризис элит, кризис элит, кризис идей. Это переходный период такой. А мы уже привыкли, мы не видим эту идею соперности, у нас под носом, мы с ней живем, рождаемся, читаем в книжках, мурзилках, картинках детского возраста, она у нас есть, мы ее просто не замечаем, надо выносить ее на новый уровень. И опять же, вот этот вот пятый том, я думаю, не зря у вас не издают, потому что понимает, что это будет как раз-таки тот росток, который прорастет на этой почве. Да, но он неизбежен, он, знаешь, как через асфальт проходит зеленый росток, так и через некоторое время пятый том книги проекта России наконец-то выйдет, да, и ксмо развалится, все, но будет. Нет, но здесь, несомненно, все как должно быть, так и будет, и пятый том, несомненно, выйдет. Но вы говорите об объединении, о синергии, да, тем самым спасти весь мир, скажем так. Но если мы понимаем, что Советский Союз превратился из названия СССР в Россию, да, это только название превратилось. Помимо всего того, что вы говорите, я совсем согласна, это безусловно, объединение России, какой она была, всех советских, ну, скажем так, Кавказ, например, еще что-то, там такой же живет народ, такой же, как раз таки в объединении у них нет никаких проблем, потому что их семьи, их коалиции живут, это можно стать для нас примером, да, мы вот не дали, да, это обсуждали. Скажем так, просто России нужно обидеть, то, что она изменила свое название, да, вот несколько дней назад общались с партнером, да, и он говорит о том, что я остался, говорит, я иногда шучу, что я все еще житель СССР, да, мы изменили это название, безусловно. Тут очень важно понимать, что мы все называем СССР. у нас тоже называется СССР. подразумевал абсолютно определенную вещь, что люди остались одни и те же, менталитет остался один и тот же, оружие у нас для защиты либо слабых, либо своих границ, да, все это осталось то же самое, но мы получаем западные технологии, политтехнологии, которые нам меняют ручь на Россию, Россию меняют на СССР, СССР сейчас опять меняют, это самое какое, то есть вот эти коллаборации, чисто вот политические технологии, это маркетинговое такое. Это грубое вторжение, вот и непонимание, почему у России свой путь, потому что несмотря на вот эти вот внешние проявления, мы все равно остаемся россиянами, нас все равно узнают в любом уголке мира. Да, я хотел бы зачитать вот из книги проекта России, такую вот формулировку, России же нужен не шум, а ответственная идея на десятилетия, на века. Идея не отрицательная, а положительная, государственная, созидательная, но не формальная, то есть не ограничивающаяся простым указанием на голую форму правления, то есть, например, на монархию или республику, или так как бы с этим разрешались важнейшие, глубочайшие проблемы. Эта идея должна быть государственно-историческая, государственно-национальная, государственно-патриотическая, государственно-религиозная, это Иван Ильин написал, творческая идея нашего будущего. Александр, потрясающе. Ну вот на этой ноте я предлагаю эту серию нашей разбора прекрасного проекта Россия завершить, если кому-то из наших слушателей, зрителей, неважно, где вы услышите или увидите на фейсбуке, на портале «Я так думаю», на нашем официальном ютуб-канале, прекрасно. Вы можете написать внизу, и Саша с удовольствием пришлет книгу, правильно я понимаю? Спасибо большое. Это был Александр Серегин, историк, автор проекта России. Соавтор. Ну тогда нужно всех называть Александр. Да, да. Соавтор проекта России, Александр Кочнев, гость студии, великолепный, замечательный человек, режиссер монтажа, и с вами была Ксения Гордеева. Узел Гордеева. Узел Гордеева. В следующий раз встретимся у нас для Гордеева. Пока-пока. Все.